Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 115. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы 4 апреля 2016 года. Так, прочитайте этот эпиграф. Мы его не убираем, потому что он злободневный. И теперь, я нигде не бываю, кроме как на своем форуме. В контактах, везде, что есть, переносите сами сюда. Потому что модераторы администрации у нас работают, но не всегда в командировках бывают. Еще эти говорят, что больше 100 запросов я ни один не получаю. Не получаю. Три дня. Ну и объявление. Дать краткое содержание наших видеороликов. Было, тут помогали, сейчас так остановилось. Вот посчитайте, я торможу на этом, чтобы не считать. Вот. Ну и вот это так и не сделано. На нашем сайте, вот это, там много книг. Это видео, видимо, не относится только к книгам. Перевести вот в эти онлайны, там, PDF и прочее. Чтобы могли читать, как-то считают, или у меня нет такого. Ну вот, идут занятия. Я торможу, вы почитайте их. Заранее на Сергея выходите, и каждую среду, и пятницу, и можете участвовать в скайп-беседах. Дальше. Мне сделали замечание, говорит, я там делаю. Главное, вот где, Жития Святых на каждый день. Вот как оно называется, ролик. И вот оно, куда. Ну посмотрите, вот по-русски зарядите, вот это Жития Святых в Ютубе. Вот, Пупков Сергей мне все равно задал вопросы. Он собаками занимается, кинолог, профессиональный. Собака у него, который брошенную собаку выдрессировал, сделал чемпионом России. Это тот самый ураган легендарный, который проехал с нами до Дальнего Востока, до Тихого океана, до Лиссабона Атлантического. Проехал в Скандинавию, Прибалтику везде было, ночью везде нас охранял. Ураган. Это хозяин его, и он пишет. В тот день, когда испытывали клетку-ловушку, вышла Надежда Васильевна. Могло так случиться, что она бы вышла не одна, а с Валикой девочкой. По порядку. Могла она выйти. Ну, конечно, раз тут вышла, а зачем она вышла, зачем, неизвестно. Если щель глянула и все, ну, провычка бабья, лезьте куда, не надо. А что из этого было? Она же вперед не думает, это женский ум. Поэтому рядом есть муж свой или чужой, приглядывайся. Совершенно ее там не касается. Она не идет, но ее какая-то сила туда подвигнула. Я строго выговорил ее, нельзя туда. Могла выйти с маленькой девочкой? Могла. Сегодня она будет умно говорить. Нет, не вышла бы. Вышла, даже делать нечего. Дальше. Если да, могло бы так случиться, что девочка побежала погладить собачку. Именно так. Она только заходит, у меня кошки, и все кошки от нее в дребезги разбегаются. Это девочка маленькая. Суперактивная, как говорится, гиперактивная. Почему? Все ее тут происхождение и воспитание, а ей всего два с половиной года. Могла. Это все реально. Вернее, даже по-другому и быть не могло. И дальше? Если да, могло так случиться, что собаки бы ее покусали, охраняя куски мяса. Это непременно было бы так. Если собака ест, и в это время у нее отбирает, на злобу учат, только у горшка учат. А этот, естественно, маленький ребенок, она могла его за лицо ухватить, повредить ее, что угодно. Это женский ум. Где женщина есть, тут не от собак охраняйся, а от нее. И она спрашивает мужчина, а ты кем бы хотел быть? Он говорит, как я, начальником тюрьмы, а зачем? Да я бы от жены закрылся на все запоры, всех собак спустил. Потому что лезет куда не надо. Сценность жены тогда, когда она как нуль сзади за цифрой. А если она впереди цифры становится, она в 10 раз уменьшает, 0,1 получается. Сзади будет уже 10 единицы. Вот такое математика. Ее в тот день не было, девочки. Вот так случится, что собаки, провожающие вас до ФСБ, кого-то покусали? Могли, вполне. Я их не звал. Я их прогнать не мог. Если да, то покусали бы по причине того, что охраняли того, кто их кормит. Конечно, получается, у меня бы не было и собаки туда не ушли. Тут уже как-то разберутся. Собаки не мои, кормить мне не запрещается. Но они увязались. Я их отпровожаю, они не идут. За мной двое охраняют меня. Могли покусать, не покусали. Бог знает. И они сели прямо в калитку. Ворота закрыты. Ограда большая, местная ФСБ. Ходила я там насчет СВРБ. И они сидели, охраняли двое. Дальше. Я ответил на эти вопросы. Хорошо. Так. Однажды ученик спросил у старца, долго ли ждать перемен к лучшему? Если ждать, то долго, ответил старец. Вот. Долго, если ты ждать будешь. А надо не ждать, а делать эти перемены. Как сейчас. Вот сегодня такие большие материалы. Священники там, епископы на меня все сбрасывают. Я их даже не знаю нигде. А вот ответь. Вот патриарх кто-то сделал. Я уже ответил. Патриарху, Кириллу. Московского патриархата нужна помощь. Защита от монахов. Я сказал первый день. Хватились. Да все католичные. Я говорю, что вы-то сбаламутили теперь. А вот такое его анафеме предают. Это бес. То есть никакого удержу нет. Великий пост. Что-то не знают. Вот зверье. Это самое и есть. Лютые волки. Несчадящие стадо. Несчадящие своего архипастыря. Он не мой патриарх. Я ему не подчиняюсь. Но не правы, что на него нападают. Не правы. В этой встрече ничего он того не сделал. Да они всегда считались еретиками. Правильно сказал? Нельзя на этом стоять. Вчера считали. Сегодня нет. Многое изменяется в жизни. Прямо лютой ненавистью ненавидит патриарх. Объявляет его. Анафематствует. Ужас какой-то начался. Да сохранит Господь и защитит патриарха Кирилла. В истине стоять. И от этих нападок. Им очень тяжело. Серчишко-то не выдержит. Но если он привык к этому, то да ладно. Антон Оргунов. Стоять нужно в вере евангельской. Аминь. Для людей, которые пишут всякую чушь, закрыто Слово Божие. Аминь. Смотреть нужно на дела. В вере ли они содеянны. С любовью ли. А остальное пустой звук, вводящий других в заблуждение. И Азлатоуст, по-моему, спаси Христа. На меня нападают в пещере. Вот я ему если не ответил, один тут. А вы меня зазираете. Вот вы болтаете столько. Вы болтаете. И вы болтаете. А меня он осуждает, я его не трогаю. Великий пост. Ну утишься. Ну зачем ты лезешь ко мне через забор заглядываешь-то? Никто тебя селом не тянет. Своего-то ничего нет. Ну я выставляю каждый день жития святых насчитанное. Ну хоть что-то-то возьми для себя-то. Ничего нет. А ты болтаешь, мне не ответил. Поэтому ты неверующий раз мне не ответил. Какая же это вера? Зачем ты в попы залез? Самое элементарное не понимает. Зачем ты меня судишь? Ты судишь меня, я тебя не трогаю. Прямо такие нападки серьезные как будто. Ну уже было и разговаривали, уже ничего там нету. Рот широко раскрытый, хохочет. Понятия-то о спасении никакого нету. И тоже на патриарха что-то плюется стоит. Я вас не трогаю, отстаньте от меня. У меня есть что дать вам. Вот человек вышел. Я показываю, тут и из Америки. Вот впереди был вопрос, американец задает. Дальше идет в Финляндии, из Дании. Вам никто не задает, вы никому не нужны. Поэтому успокойтесь. Дальше. У меня такое чувство еще в школе было, а потом и в училище, что если не женюсь до 30, то значит мне не нужно. Вот здорово. А теперь, будучи проснувшись от греховного сна, тем более убедился, что это хомут на шею. Да еще какое хомут-то? Не сбросишь ничего, заковывается, как написано, ярмарка суеты у Яна Амаса Каменского-то. А ковы? Мертвы. Господь знает, что для меня лучше. На всю воля Божия. Будет ли семья хорошо, не будет еще лучше. Аллилуйя, так и написано. Аллилуйя, что я холостой, да здравствует свобода во Христе. Истинно так. Ныне отпущаешь и раба твоего. Если был женат, и жена умерла. Дмитрий Игоревич, Никита, спасибо за файлы. Посмотрел видео, где ты показываешь карты по золотой добыче. Ты что, в старателе хочешь податься? Тебе вопрос, Никита. А что он мне не написал? Я ему лично отправил, а он вам пишет этот ответ. Нет, вопрос-то не ко мне. Я озвучу, что ко мне пришло. Ну, передам-то. Ну, он спрашивает тебя, будешь отвечать? Да я ему отвечу лично. Ну ладно. Я тебе говорю, будешь, может, найдешь, там, пуда на два один золотничок такой. Мы тут поправили бы все в лагере. Николай Ефимович Быков. Вот тоже удивительный человек. Вот послушайте, какая его биография. Воевал в разных точках был, а теперь изобретает около трехсот. Патентов у него. И собирается потеряевку. Ну, вот пиши. Если не курит он, значит, путь будет открытый. Я ему скину маршрутку. Доброго дня, батюшка. Вот и снова ты мне душу разбередил. Вот так. Было спокойно и ласково на душе. Занимался своими железяками. И все было спокойно и понятно. Но все равно храни тебя Господь за то, что разбередил. А что разбередил? Я небольшой материал тут дал. Надо как-то посмотреть. Как у нас свадьба там была в старое время. Я сейчас посмотрю здесь. Где-то тут было. Может быть, даже и не найду. Но найду все равно. Куда оно делось-то? Подожди-ка. Я наговариваю тут. Вот видишь, не вовремя-то все это. Газета тут попала под руки мне. Газета. О том, как у нас тут свадьба была. Но я потом где-то в другом месте найду ее. Столько падало их оттуда. Старая газета. Написал, как у нас свадьбы тут были. Дальше. Стало светлее на душе. Хоть и пост великий, а спокойствие благостное наступило. Мысли выстроились рядком и по порядку. Начали продвигаться дела по геомодификаторам. Если Господь устроит, то приеду к вам в общину. Наладим технику и отопление. Я разработал новый обогреватель. Он не только хорошо греет, но вдобавок к нагреву производит вентиляцию помещений и вырабатывает электроэнергию для освещения. Думаю, что пригодится для теплиц и для содержания домашней птицы. Разработал агрегат для сушки ботвы. Решил, что надо не только сушить эту ботву, но и собирать влагу для использования ее в качестве подкормки растений. Есть еще мыслишка наладить на базе вашей общинки безразборный ремонт механизмов геомодификаторами. Как он быстро считает геомодификаторами, так глядя. Села мы с одним юношей считали, он никак не мог просчитать. Три-четыре буквы просчитает, а остальные у него заскакивают. Как Алешка Пешков говорил, буквы там перескакивает. Он говорит, что радуется, что я их считаю. Дальше. Высылаю тебе видео. Там есть и обогреватели. Воронки такие, перевернутые. Прочтешь, это послание сообщи. Я отправлю тебе технические задания на изготовление печей и обогревателей. Мужики смогут наладить их производство. Вот вам и денежка в общинку. Изобретение Николая Ефимовича Быкова. Вот какое там ездит. Я отвлекусь немного, даже показать. Может она сейчас отобразится, хотя бы глянуть. Вот, смотри. Сейчас. Так, где она у меня тут? Ютуб. Вчера дали Ютуб. Сейчас не найду. Где он? Куда? Опять нету его. Да вот он. В общем, Ютуб. Так где он? С левой стороны внизу. Вот этого, да? Нет, нету его. Нету его нету. Ну, это точно вот этот лист. Откроется. Вот, посмотри. Сейчас мы на него глянем, как он выглядит, чтобы люди помолились, чтобы Бог ему дал еще мудрости больше. Вот он. Ну, кто-то там ширинку расстегивает. Вот изобретение. Вот она, видишь, как открылась? Погляди. Николай Ефимовича Быкова. Вот он где. Звук. Звук, брат. Покриви. Это я по себе знаю. Хочешь, не хочешь, а думать начинаешь. Так считает Николай Ефимович Быков, изобретатель из Лабытнанги, приезжающий к нам в Сергиев Посад и постепенно внедряющий свои разработки. У него уже около 300 изобретений, 60 из них военного направления. Да и сам Николай Ефимович офицер в отставке. Прошел Афганистан, Приднестровье, Чечню. Дважды жене приходили похоронки. Но он выжил и с прежним азартом продолжает изобретать, проверяя все на практике. Так, здесь 9. Вот он проверил компрессию в цилиндрах двигателя старого Жигуля. Зарил из шприца зеленый состав. После пор часа работы на повышенных оборотах. Видите, как вода бежит? Давай еще! Убираю. Тут надо... Что творится? Как-то его теперь... Вот это вот убрать. Ну понятно. Такой удивительный человек. Просто удивительный. Эти люди живут наши соотечественники. Наши современники. Николай. Да, помилует Господь. И благословит, если угодно Богу, путь к нам. Ну, мы договоримся, как и что. Лишнего тому не сделают. Просто отдохнет, и то будет уже хорошо. Вот, Николай Ефимович. Будет. Мы давно с ним переписать. Дальше. Ответ. За здоровье поклон вам. Но к технике я совершенно не вхож. Если уж делать, то пусть поделает тот, кто к тому расположен. Это я ему отвечаю. Хожу пешком, греюсь углем и дровами. Ваши изобретения признаю, как дар Божий. Но без меня. Без меня. Удивительное помутнение. А это я другим пишу, которые нападают. Еретики вчера на меня навалились. Удивительное помутнение у всех еретиков-сектантов в толковании апокалипсиса. Все они во многом разнятся друг от друга. Но в толковании этом их некая сила объединяет единомыслие в заблуждении. То есть о тысячелетиям царствия, о восхищении церкви. Толкуют о восхищении церкви. А затем, мол, будет время антихриста. Мне нигде кажется так зримо, как в этой теме, видно помрачение и тотальное искажение смысла содержания Святой Библии. Три раза не поддающийся ролик ставил. И каждый раз его вырывало. А тогда решил снова ужать. И тогда уже закачал. И вспомнил, что когда ужимал вчера этот ролик, кошка подбиралась ко мне на колени и давнула клавиатуру. Видимо, там какое-то КБ задело. Чуть-чуть-чуть. По качеству все тоже. Разница какая-то есть. Прям мизерная. И оно не идет, не мог ничего понять. Но хорошо, что оригинал сохранился. Вот уже опыт у меня появился. Поэтому, когда что-то я тут сделаю, у меня специально сейчас сделана закрышка на клавиатуру. Вот так вот надеть. Она, видишь, какая есть. То есть, вот, выкучись, выкжили, выкучись. Как Глузин говорит. Владислав Барышак. В 1742 году Иоанн Игоанн Альберт Бенгель заметил. Писание – фундамент церкви. Церковь – страж писания. Когда церковь здорова, то свет писания сияет ярко. Когда церковь болеет, писание покрывается язвами пренебрежения. Раз это так, то библейское наставление. И церковь одновременно выглядит либо здоровыми, либо больными. Православие больно. Тяжко, смертельно, больно. Писания тысячи лет не было. И сейчас пренебрежение. На патриарха нападают. И ни одного места писания нигде нет. А вот тогда-то там какой-то собор, инстыриане назвали. То есть, что угодно говорят. Ну, система. А почему этих посланий, которые патриарх там где-то писал, собирались, там они все православные соборы. Почему они касаются других? Ни католиков, ни которые не православные. Вы зациклены в системе этой. Отойдите от этого. Посмотрите, вечное. Это Бог, Библия. Вообще нету. Сами написали законы, и сами от них умирает от страха. Да их как ни снету. Если не по Писанию, а нафимаем. Послание Галатам 1, 8, 9. И весь сказ. Напринимали то, что друг друга так как ненависти зовет. Дальше. И чаще всего то, как обращаются с Писанием, в точности соответствует состоянию, в котором находится Церковь. По прошествии более чем двух столетий мы можем подтвердить, что предостережение Бенгеле верно. Церковь и Писание вместе стоят или вместе падают. Либо Церковь будет питаться и укрепляться через дерзновенную проповедь библейского текста, либо состояние ее здоровья будет заметно ухудшаться. На мои книги нападают. У меня в каждом томе 3000 ссылок в каждом. Умножь на 30. Это больше. Библия полностью цитируется вся. От корки до корки. И они нападают. Прямо умирают. Где ссылку на Писание сделают. А что? Как баптист со своей Библией носитесь. Они неверующие. Неверующие. Захватили пираты корабли, как я говорю. Тут один мне пишет. ВКонтакте 67 непрочитанных сообщений вам пришло. В Одноклассниках тоже есть. Если еще и Фейсбук прочитать, и Твиттер, и Инстаграм, то думаю, сотни сообщений вам будет. Но как их передать вам скопом? Вот оно как. Теперь вот это, я даже не знаю, это какое. Инстаграм, это что такое? Ну тоже как Фейсбук, как ВКонтакте, так все. Мне до Фейсбук, мне открыли страницу, побыл я, до того не понравилось. Я больше туда никогда не зашел. Творство не понравилось, а прямо дурно мне стало. Как это там все сделано? Мой мир. Самая лучшая система. И вот, жития святых. 5 апреля, память святых мучеников Филита и Лидии. 23 апреля. Это вот старый, по новому стилю там. А это на сегодня. Это у нас сегодня 5 апреля 16-го года. Вот сколько здесь? Он говорит, 176. 167-то это было же впереди. Сколько сейчас? Кого? Ну, всего этих житий. Уже есть. А, ну это не просчитанное. Вот, дальше вопрос говорят. А Савербековый просит неоднократно, чтобы вы это дело так не оставляли. С того момента вы выпустили первый ролик о нем, больше ни одного нападка не было. Как срезало. Попали, как говорят, в яблочко. Вот так. Вот то, что сделаешь. Вот сегодня это 167 получается житий. С этого момента надо считать. И дальше будет видно сколько. Ну, я говорю, где они у нас есть. Вот одно дело показали. А другое, это вот наш православный видеоканал. Проще всего даже. Ты на него заходи. И вот здесь главное. Вот главное. На нее ты кодовни. И сразу открывается жития. Вот они, жития святых. Вот она самая, это память ее. Открыто сегодня пилитой и лидией. Это 167 получается на сегодняшний день. Вот так много добрых человек моих. Насчитано много, они так и говорятся. Вот что у нас еще есть. Это наша страница в моем мире. Считаю, никакие твиттеры, ни контакты не сравнятся с моим миром. Это лучшая система. Насколько удобно. Легко искать. Не надо передергать всю ленту, тащить за собою. А прямо зарядил только, тут же сразу вышло. Вот у меня здесь сколько видео? 2955. Вот. И фотографии. 18916. Сейчас только зарядил, сразу можно найти. Раньше было так, на 10 тысяч человек можно было отправлять сразу. 12 фотографий. Там 5000 знаков. Ну все это пакостили люди, поэтому сейчас уменьшили до одного. Вот новая. Вчера тут по лагерю одна пришла. Душа. Как ее фамилия это? Дарья Манина. Очень хороший разговор был по лагерю. У нас в лагере был Андрей Шапран. И он там где-то дал материалы. Я-то она тоже хотела. Что у нас еще здесь сейчас есть? Вот оно, Житие Святых. На каждый день. Видите, как оно выглядит? Житие Святых. Рисы Святых. Рисы Святых. Рисы Святых. Ну вот они идут. Пожалуйста. Зарядите. Для себя найдете. Вот это наш форум. 1587. Очень большое. Легко искать. Вот ткнуть только надо. Новое сообщение найти. А вот поиск. Общий поиск. Сразу нашел. Я вот вчера целый день. Вон верхний. Дай-ка брошюрку. Вот это справа, который внизу. Во-во. У меня пожар там был. Матрёнин двор. Александр Солженицын. Он читал когда-то. Вчера заново пришлось прочитать внимательно. Подчеркиваю. Как будто первый раз считаешь. Столько нового нашел в этом. И какой тираж 500 тысяч экземпляров. Пол миллиона. Ну оно маленькое. 32 страницы. Ну видно, талант. Только что начинал он восходить. И так это. Ну и вот теперь это показал. И вот еще у нас сайт. Во свете Библии. Их несколько открыты. Дублирующие друг друга. Переделывали их. Помогали. Но этот первый, который был. Тут нажать на православный форум зайдешь. А тут нажать сразу на видеоканал. Много видео и проще. Ну вот так можно сказать все. На сегодняшний день. Богу нашему слава. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.